Друзья, всем доброе утро! Мы с Димой позавтракали. У меня сегодня кругосветное путешествие. Иду с коляской. Сейчас вам все потихонечку расскажу. Сначала иду я пешком иду, потому что я тут на 3 минуты опоздала на автобус, а следующий через 40 минут. Я пешочком дойдусь, на улице небольшой морозец, солнышко светит, подышать свежим воздухом. Иду сначала в банк, на терминал, снять с карточек Диму на пенсию и свое пособие. Дима раньше почтальон приносила, потом мы перевели, сделали ему нашу местную карточку, и он получал на карточку. Мы думали, ездим или поедем, вот если надолго, чтобы начисления шли на карточку. Вот. Ну, а когда сказали, что будут открылись у нас российские банки, СПБ, сказали, что нужно будет потихонечку переходить. Ну, пока карточка действует, можно и на эту получать. Ну, мы ж ездили с Димой. Банк я себе открыла, а Диме не получилось. Мы там 4 часа просидели, зашли мы без очереди, все пропустили, как положено. Но, оказывается, на этой карточке, на самой, нужно ставить подпись. Мы, когда в Россию ездили, карточки Сбербанка оформляли, там не нужно росписи. Все сделали нормально, а здесь нужна подпись. Ходимый в паспортах подписи не стоит. Стоит прочерк, так как он не может расписаться. Ну, вот, главный администратор звонила на какие-то сайты, писала, ждала ответ. Я говорю, мы 3-4 часа там просидели. Ну, и пришли везде ответы, что пока не предусмотрено вот для таких инвалидов вот эти карточки. Ну, в принципе, это не катастрофично. У нас она до октября, хотя, если может скажут все, всем перейти и все. Ну, значит, перейдем опять на почту. Будет опять почтальон приносить. Конечно, это не очень удобно, нужно ее ждать в этот день. А бывает то раньше, то позже. Вот поэтому вот такие дела. Иду, руки мерзнут, конечно, одела перчатку. Вот. рассказывать еще долго. Так, потом хочу зайти на квартиру. Посмотреть. Там же тогда топили. Я тряпку ложила, узнать, посмотреть, как она там мокрая, не мокрая, может поменять надо. Вот я переживаю, вдруг свет тушили, котел, если потух, чтобы его запустить, нужно воды добирать. У меня там получается, что давление падает, если не работает долго котел. то хорошо раньше станцию включала, и водичка добиралась. А теперь, если нет воды, то уже не доберешь. Разные тоже проблемки небольшие. Вот. Ну, и проведать, наведаться, конечно, в квартиру, что там все нормально. Потом мне нужно зайти там на пикник, на остановке, магазинчик, сделать ксерокопии. Так. Потом нужно собес по делам, и хочу еще узнать насчет вот это страховку, где, как оформлять, и когда будут делать прописку в паспорте. мы так звонили, сказали, что еще прописку не ставят. Говорили, что только выезжать в Россию. Но вот даже если выехать в Россию, сделать прописку, то страховку надо, наверное, все равно по месту жительства оформлять, или можно там. Но это тоже ждать. Это же не то, что сразу дали тебе бумажку, и все. Поэтому так, я типа по ходу, и разузнаю. У нас там как бы филиал в Собесе, тоже вот это ФМС, или как он называется, открывается. Вот, но уже открылась. Но я же точно не знаю, какими там вопросами занимаются. Вот, может пока детские вот эти выплаты, все такое. в общем, все, что знаю, потом вам расскажу. И еще нужно мне взять справочку в Собесе о том, что я ухаживаю за Димой. Нужно будет же идти справку, сбрать о составе семьи. А чтобы Диме дали справку, нужно показать документ, кем я ему являюсь. А если без документа, то не дают. Раньше было проще, сейчас с этим, конечно, построже старше. И я вот хожу, беру справочку. Вот, справка мне тоже нужна. Также вот это о составе семьи в Собес, чтобы Диме там, как инвалиду, выплачивают помощь три тысячи раз в полгода. Ну, я узнаю, может быть, уже все это отменили, раз мы переходим на российские эти. Ну, в общем, все, все нужно узнать. Все равно иду, все равно туда надо, лучше, как говорится, поговорить с глазу на глаз. Вот, ну, все, друзья, то руки уже совсем замерзли. Друзья, я уже пришла на квартиру, в общем, зашла в подвал, света так нет, ну, бак полный, станция не включается, надо все-таки, хоть, я зашла в квартиру, там, конечно, сухо, ну, уже, значит, где-то в замыкание, надо что-то, наверное, перегорелось, все-таки, нужен электрик. Вот, ну, сейчас водичку я открыла, она вроде, так, не с большим напором, но идет, может быть, там хоть в квартире ведерко наберу, или еще что-нибудь, вода, в принципе, нужна будет. вот, вот, так, ну, ладно, что-то в темноте лазить. Все, я в квартире, в общем, водички чуть-чуть, понабирала, ведра, котел работает, все нормально, тут в туалете. Как, вот это, что я положила тряпку, вроде сухая, но, она чуть-чуть по ниточке бежала, и все, поэтому, так, вроде сухо, но я жарю, надо все равно, там, наверное, какое-то замыкание получилось все-таки. Все замело. Вот так что, все нормально. Можно идти дальше по делам. А, я еще, это, денежки не сняла, там, на терминале, это как около СПБ, терминал банка, нету денег. Люди тоже подходят, говорят, уже несколько дней, наверное, не пополняют. Ну, придется, сделать серокопию и зайти на центральный еще банк. Вот. Ну, все, я еще холодильник включала, так что, надо отключить. Все. Не тут. Все, свет тоже тушим. Тоже тушим. оно так солнечно, солнечно, прям, в окошко светит. Ну, не буду долго тут сидеть. Все, проведала. Все нормально, отопление греет. Слава Богу. все, друзья, продолжаю путешествие свое. Я вам давно не показывала небо, такое солнышко. Небо, как будто бы, как в песках, такими этими заносами, но голубое. Красивое. Снежок. Ветер, правда. Поэтому немножечко прохладно. Друзья, ветер чуть-чуть подутих. Это здесь, между домами. В общем, сделала ксерокопию. Зашла на центральный банк, на терминал, там тоже денег нет. Не знаю, и людей много. Внутрь зашла, думала, может так, хотя бы по своей карточке получить. Там тоже очередь большая. Поэтому я смогу и у себя тут в микрорайоне, где с Димой там очереди нет. Но если есть, то совсем по чуть-чуть людей получу. Чем стоять там два часа, то как раз еще и под перерыв попаду. Ну, иду теперь сабес. Это моя на сегодня инстанция окончательная, я думаю. Хорошо. Знаете, прям то в рукавичках, перчатках руки мерзли, а сейчас я даже сняла. Солнышко прям припекает. Наверное, видите, ближе к обеду распогаживается. хорошо так. Друзья, все как включаясь, забываем сказать насчет карточки вот этой нашего российского банка ПСБ. Дима у нас пробитной, в общем, тоже нашел или министерство, или куда-то в банк, в общем, куда-то нашел, написал тоже письмо на электронную почту, объяснил, что если он инвалид, вот, если руки у него не рабочие, как можно получить карточку. Ну, ждем ответ. Ну, раз у них в законе еще это ничего не предусмотрено, конечно, я сомневаюсь, что-то в положительном результате. Ну, будем надеяться, по крайней мере, хоть ответят, скажут, поставят себе на галочку, будут иметь в виду, потому что это такой, как Дима, он не один, таких много. Друзья, я уже дома, Дима тут занимается, ну, а я хочу сказать вам, что, да, у нас в Собесе открылся филиал вот это ФМС, вот, но они еще не всеми вопросами занимаются, нам нужно прописку сделать, прописку пока не делают, ну, ННР можно будет сделать, после прописки уже нужно открывать, как страховой лист, или как он называется, или страховка, да, но пока у нас это еще не делается, там, по-моему, только оформляется, как оформить материнский капитал, вот такое, ну, еще какие-то вопросы, ну, нас это не интересует, нас вот нужны вот эти вопросы, но я думаю, со временем потихонечку все это будет решаться, да, и хорошо, что это все в одном месте, не так, как у нас раньше было, да, то паспортный стол в одном месте, да, то еще в другом, чтобы эти домовые книги или переписать, или еще что-то в третьем месте, в общем, да, было очень, за один день не сбегаешь в несколько мест, а здесь вот будет хорошо, я не знаю, может, они и оставят там, ну, я думаю, если это будет такая большая организация и население сколько, то я думаю, где-то они найдут место, какое-то помещение, чтобы было именно вот эти вопросы все решались, ну, все, я немножечко отвлекала Диму, Дима теперь продолжит другое упражнение делать, друзья, сегодня хочу сделать пирог зебра, ну, сколько я делала, так, чтобы прям хорошо, знаете, поднялся, такое-то, у меня почему-то не получалось, сегодня я решила сделать немножечко по другому рецепту, ну, я по-своему, не буду я количество всего озвучивать, вы всегда можете в интернете найти, как делается зебра, ну, в общем, у меня здесь кефир, разрыхлитель, ну, там по рецепту написано, сода, я разрыхлитель 10 грамм высыпала, вот, щепоточку соли, вот, размешала и добавила муки, пока вот такое у меня получилось, а вот яйца я делала, как на бисквит, в общем, сбила я отдельно белки и желтки, и белки с сахаром, и желтки с сахаром, отдельно взбила, и теперь вот это все соединила, вот, ну, и уведу сюда в муку, а потом буду разделить на две части, в одну часть буду добавлять какао, а другое остается белое, буду печь на новенькой сковородке, я ручку уже открутила, она толстенькая, я думаю, она хорошо пропечется, и не подгорит, ну, посмотрим потом, что получится, хочется, чтобы он поднялся, такой хорошенький был, надеюсь, у меня на этот раз получится, вот такое тесто у меня получилось, это белое, это с кофе, и потихонечку вливаю, с кородочкой, слегка-слегка смазала маслом, и понемножечку, маслом. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такое получается... Все, духовочку я включила... Нужно на 180 градусов... А на сколько, я уже посмотрю, чтобы он поднялся... И буду палочкой пробовать, когда он испечется... Все, друзья, достала пирог... Сначала, знаете, как по бокам поднялся... Здесь была ямка... Я понял, я же, видите, в сковородке... И я ставлю на вот этот большой разнос... Потому что решетка большая с другой духовки с моей... И она не закрывается дверца... И я потом взяла вот это вот, что у меня стоит здесь на комфорке... Подниз, чтобы оно прожарилось... И еще пришлось его топить... И оно, видите, ровненько все поднялся... Ну, я думаю, по бокам все равно немножечко, наверное... Пригорел... Палочкой сколько пробовала... Как-то, ну, смотрю, вроде такое... Как тяжело входит... Ну, не знаю... Сейчас я его переверну... Что там снизу... И попробую разрезать... Так на вид, конечно, красивый такие рисуночек... Да, видите, все равно здесь чуть-чуть подгорел... Я сейчас ножичком посрезаю... И тут по бокам чуть-чуть... Вот это не со всех сторон... Ну, немножко придется пообрезать... А потом уже посмотреть, что там у нас в середине... Ну, я же говорю, чтобы середина пропеклась... Нужно было держать вот так подольше... Друзья, пробовала обрезать... Оно не обрезается... Оно прям как подсохло... Нужно хорошо срывать это... А середина все равно какой-то, он, знаете... Такой вот... Не пушистый... Не сильно поднялся... Какой-то вот забитый... Сколько раз говорила, что не буду я больше печь... Видите... Вообще не поднялся, как я хотела... Хоть как и бисквит делала... Но это все-таки давно зависит от духовки... Все это обрезать придется... Был красивый... Ну, на вкус, наверное, тоже сладенький, ничего... Ну, на вид мне не нравится... Все... Больше не буду я делать на кефире... Как делают пирожочки и все на дрожжах... Оно получается более-менее... То и будут этим заниматься... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова